Я хотела вынести первые решения и выгодить. Нужно будет просто по англоцам, потом на вас выйдет. 22-го, до 3-го уже получите финансы. Хорошо. То же самое, я сейчас, когда мне было неправильно потом сказать, потом обменяйтесь по англоцам. Хорошо, это первая необходимость. Нет, здесь еще в единоборожном отделении, это тот, который я назвал. Тут еще ваши коллеги. Эжофилов пальцем. Ну, такой же. Вот далеко были. А? Да. Что-то и ранения, инородное тело. Что, вот даже неизвестно. Та стенка. Барана обработана, первичная хирургическая обработка. А вот это... Сейчас антибиотики посечены. Собрались? Да, это... Осталось. Ну, скажем, от антибиотики получают обезболивающие. И все будут охраны здоровья. И собрать заявление. Комиссия была 20-го числа. Там от 7,5 до 15, в зависимости в этот момент уже выписан из больницы. Кто-то придет или... Да, кто подойдет. К вам придут. Скорее всего, сегодня. В крайнем случае, завтра. К вам, скорее всего, выздоровление. Ну, и вам тоже, всем, конечно, скорее всего, выздоровление. А этих товарищей... Состояние двух больных стабильно тяжелое. Серьезные ожоги. 50%, более 40%. Задача наша сегодня, цель нашего посещения, убедиться в том, что наша медицина, Харьковская, оказалась на высоте. Делает все, что нужно всем пяти пациентам, которые находятся сейчас в стационаре. Харьковская областная администрация и Харьковская областная совета окажут материальную помощь пострадавшим от 7,5 тысяч до 15, в зависимости от степени тяжести больным. Сегодня же директор департамента, господин Галатсан, обойдет всех пациентов, которые находятся в стационаре, побеседуют с родственниками. Мы сейчас узнали, какие проблемы, но проблем нет. Все делают максимально, что могут наши врачи. И мы надеемся на то, что в ближайшее время состояние их двух пациентов, о которых мы сейчас говорили, станет прогрессировать в лучшую сторону. Мы желаем им всем выздоровления. А те мерзавцы, которые совершили данное преступление, будут найдены и понесут достойное наказание. Все предыдущие террористические акты, диверсионные акты, были направлены в основном на повреждение какой-то недвижимости, объектов, но никак не напрямую на физическое уничтожение людей. Это первый дерзкий, циничный террористический акт, который произошел в городе. И, естественно, правоохранительные органы адекватно реагируют сейчас на то, чтобы в ближайшее время эти лица, которые совершили террористический акт, были задержаны. Действует постоянно следственно-оперативная группа, максимальное количество личного состава органов службы безопасности, внутренних дел, прокуратуры в области. Круглосуточно проводят следственно-оперативные действия. На сегодняшний день мы понимаем, кто это сделал, зачем это сделал, и мы знаем, кого мы ищем. Все первоначальные следственные и оперативные мероприятия были проведены вовремя, что мы смогли выйти, первое, на способ, в который был осуществлен этот террористический акт. Мы теперь точно знаем, что такую пластиковую бомбу, которую мы, магнитное действие, которую изымали на Ньютона, где пострадал наш сотрудник, где она должна была быть приведена на выборах, мы знаем объекты, точно такая была занесена и в этот бар. Мы знаем, что эти мины применялись еще в советское время, и они находятся на территории Российской Федерации. Мы знаем лица, которые их доставляли и участвовали в предыдущих террористических актах. Поэтому я точно уверен о том, что сказал Юрий Брониславович. Мы знаем, кого мы ищем. Мы знаем, кто их доставлял. Мы знаем, кто вдохновляет на это преступление. И, возможно, результаты того, что происходит в мирном городе Харькове, не устраивают тех, кто это пытается делать. Все, что было до этого. И нами раскрыто 13 диверсионных актов. Все, кто был арестован или идут в следственные действия, или они проходят уже стадию судебного разбирательства, в данной ситуации, так как объектом направленности террористического акта были люди, не прекращаются установка тех, кто хочет, чтобы Харьков был так же всколыхнут, втянут в проблему те, которые находятся в Донецкой и Луганской области. Я хочу обратиться сейчас ко всем жителям города Харькова и области. Раз направлено так, что нас убивают, убивают жителей, надо быть просто бдительным. То, что правоохранная система работает, я это могу с полной ответственностью сказать, мы работаем круглосуточно, все службы. У меня есть уверенность, что мы выйдем точно так же и не только на исполнителей, но и на заказчиков этого преступления. Но у меня есть просьба ко всем быть бдительным. Бдительным в местах общего пользования, бдительным, где вы отпускаете детей самостоятельно, бдительными к тому, когда появляются предметы, либо машины, которые в неположенном месте или в тот способ, который привычный для людей, может быть использован и приведен в дальнейшее. Весь мир к этому готов, весь мир на это реагирует. И мы призываем все правоохранители, точно так же жителей, берет себя, обращать внимание на совершенно незнакомых лиц, которые в кругу таких общественных заведений, очень маленьких, локальных, как этот бар, сразу заметен. И если оставляются предметы, на них нужно реагировать. И можно среагировать и спасти жизни. Конечно, желаю быстрейшего выздоровления всем, кто пострадал, уверенности их близким, что преступники будут найдены. Я также гарантирую о том, что ни минуты спокойствия в сердцах и в честь их правоохранителей не останется, пока не будет раскрыто это преступление. На момент этого чрезвычайного происшествия в баре находилось 21 человек. Из них пострадало 13 человек, и два были в тяжелом состоянии. События для Харькова очень, да и для всей Украины, очень, мягко говоря, неприятная, а с другой стороны очень и страшная, потому как никогда, никогда таких преступлений в Харькове не совершалось. И это большой и сильный вызов для всего общества, для харьковчан. И мы обязаны, мы и харьковчане, и правоохранительная вся система, милиция, служба безопасности Украины, прокуратура, государственные чиновники, все вместе и общественные организации должны сделать всю возможность для того, чтобы больше такого не допустить. Если до этого были теракты, и они не несли человеческих жертв, это были подрывы рельс, мостов, цистерн, водопроводов и так далее, то сегодня, это, к сожалению, от этого пострадали люди, ни в чем не повинные. Да, в этом кафе собирались люди, в основном, которые любят свою страну, проукраински настроенные, они там отдыхали, делились своими впечатлениями, событиями развития, событий в Украине. Ну, для раскрытия этого преступления в Харьковской области создана межведомственная комиссия. Туда вошли лучшие представители и сыщики органов милиции, службы безопасности Украины, прокуратуры. Мы разработали очень четкий план взаимодействия, и действуем сегодня единой командой для того, чтобы это преступление раскрыть. И скажу, что мы идем верным путем, мы обязательно раскроем это преступление. Обращаясь к харьковчанам, хотелось бы сказать, чтобы все граждане Харькова, которые имеют какую-то информацию, которые могут чем-то помочь, обращались непосредственно и в органы милиции, и в службу безопасности Украины, и в прокуратуру, в любую правоохранительную систему для того, чтобы помочь следствию.